Формальным дебютом Сергея Пускепалиса в кино считается эпизод в картине Алексея Учителя Прогулка. 2003. Но его настоящий старт состоялся благодаря другому режиссеру. У меня кино началось даже не с фильма, а с человека Алексея Попогребского. Я считаю его человеком-кораблем. Простые вещи стали для меня хорошей киношколой, а Попогребский – наставником в кино, хотя мне уже было около 40 лет, говорит артист. Сейчас фильмография 55-летнего Пускепалиса насчитывает 70 актерских работ, большинство из которых – главные роли. Актер узнаваем, титулован и не собирается останавливаться на достигнутом. В 2022 году он одновременно работает в трех проектах – «Идеалист», «Трейдер» и «1941. Крылья над Берлином». Что же ждем выхода новых фильмов на экраны, а пока предлагаем вспомнить 10 самых значимых фильмов и сериалов с участием этого талантливого исполнителя. Простые вещи, 2007. Ника, приз в номинации «Открытие года», номинация «Лучшая мужская роль», «Кинотавр», приз за лучшую мужскую роль, международный кинофестиваль в Карловых Варах, премия за лучшую мужскую роль. В один из дней врач-анестезиолог Сергей Маслов, Сергей Пускепалис, на себе прочувствовал известную поговорку о том, что беда не приходит одна. Очередная операция прошла неудачно, по дороге домой он лишился водительских прав. Дочь сбежала с возлюбленным, а жена объявила, что беременна, поэтому семья не может оставаться в коммуналке. Чтобы подправить материальное положение, Сергей соглашается ухаживать за старым актером Журавлевым, Леонид Броневой, который известен своим нелегким характером. Как я провел этим летом, 2010. Берлинский кинофестиваль «Серебряный медведь» за лучшую мужскую роль. «Золотой орел», Ника, номинации «Лучшая мужская роль». На далеком полярном острове работают всего два человека, начальник метеостанции Сергей, Сергей Пускепалис, и стажер Павел, Григорий Добрыгин. Однажды в отсутствии начальника Павел получил по радиосвязи сообщение. С семьей Сергея произошло несчастье, его переведут на материк, а станцию законсервируют. Однако сразу сказать об этом стажер не решился. Метро, 2012. «Золотой орел», номинация «Лучшая мужская роль». Ирина, Светлана Хоченкова, не может отказаться от своего возлюбленного Влада Константинова, Анатолий Белый, успешного бизнесмена. Но и уйти от мужа, хирурга Андрея Гарина, Сергей Пускепалис. Женщина не готова, так как боится огорчить дочь. Но вскоре Гариной придется переживать сразу за трех близких людей, оказавшихся в метро в момент прорыва воды из Москва-реки. «Крик совы», 2013. «Золотой орел», номинация «Лучшая мужская роль». Приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения в номинации «Лучший актер телевизионного фильма», сериала. 1957 год. Во время поимки банды в городе Остров Псковской области ранен капитан милиции Юрий Сиротин, Евгений Дятлов. Находясь в больнице без сознания, он вдруг заговорил на чистом немецком языке. Расследованием случившегося занялся прибывший из области капитан КГБ Иван Митин, Сергей Пускепалис. Ему приходится сотрудничать с местным майором милиции Андреем Балахниным, Андрей Мерзликин, который безоговорочно доверяет своему другу Сиротину. Крестный, 2014. Во время войны на территории Косова российский военврач Илья Алехин, Сергей Пускепалис, помог появиться на свет сотням албанских и сербских детишек. Сейчас дома в мирное время ему приходится бороться за жизнь нерожденного ребенка, мать которого лежит в коме. Кто эта женщина, почему именно ему предложили провести этот сложный научный эксперимент, Алехину еще предстоит выяснить. Большие деньги, 2016. Эксперт-криминалист, капитан полиции Павел Михайлович Потапов, Сергей Пускепалис, давно занимается поимкой фальшивомонетчиков. Но когда его сыну потребовались большие деньги на операцию, Потапов недолго размышлял, где их достать. Ледокол, 2016. Весной 1985 года ледокол Громов встречает на пути айсберг. Спасая упавшего за борт пассажира, капитан Андрей Петров, Петр Федоров, допускает столкновение с огромной льдиной. Человека спасти не удается. Руководство снимает Петрова с должности и присылает на корабль нового капитана, Валентина Севченко, Сергей Пускепалис. Но властного начальника встречает не слишком теплый прием. Частица Вселенной, 2017. 2016 год. К полету в космос готовится международный экипаж под руководством подполковника Геннадия Яшина, Сергей Пускепалис. Программа полета очень сложная, многое предстоит сделать впервые. Для этого у всех космонавтов должно быть отличное психологическое состояние. Однако психолог Центра подготовки Алексей Шутов, Алексей Агранович, понимает, что не все соответствует этому требованию. А у нас во дворе, 2017. Золотой Орел, приз в номинации «Лучший актер на ТВ». В одном из московских дворов встречаются бывший следователь Владимир Каленый, Сергей Пускепалис, и дворник Мавлюда, Равшана Куркова. Им предстоит стать напарниками по расследованию разных дел, а порой и настоящих преступлений, связанных с жильцами. Однако пару связывает не только это своеобразное хобби. На острие 2020, знаменитая саблистка Александра Покровская, Светлана Хоченкова, готовится к Олимпиаде. Но у нее появляется серьезная и более молодая соперница, Кира Егорова, Стасия Милославская. Тренер сборной России Гаврилов, Сергей Пускепалис, убеждает Покровскую, что медаль она должна взять любой ценой. Другого шанса не будет. Друзья, есть в десятке ваши любимые картины, пишите в комментариях, нам интересно. Всех поклонников творчества Сергея Пускепалиса приглашаем на киноканал «Русский бестселлер». Сериалы «Криксовые частицы вселенной». Приятного просмотра. Читайте и другие статьи, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, вместе обсудим все самое интересное. Актер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!